Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, интересных людей, познакомиться с их автобиографией. Доминик Виван, барон Денон. Французский художник, писатель, дипломат, археолог. Был дипломатом Франции при Людовике XV и Луи XVI. Был назначен первым директором Лувра, Наполеон, после египетской кампании. Родился в Живрии в семье с фамилией Цедено и до французской революции подписывался как Шевале Денон. Как и многие представители знати, изменил свою фамилию во время революции, потеряв дворянскую частицу Д. Избегал использовать свое крещённое имя Доминик, предпочитая свое второе имя Виван, поэтому обычно известен как Иван Денон. Отправили изучать юриспруденцию в Париж, но он проявил решительное предпочтение искусству и литературе и вскоре оставил свою профессию. На 23-м году жизни поставил комедию, которая получила некий успех, поскольку он уже завоевал положение в обществе благодаря своим приятным манерам и исключительной разговорчивости. Стал фаворитом Ледоика XV, который доверил ему сбор и расстановку медалей и драгоценных камней для мадам Помпадур, а впоследствии назначил атташе в посольство Франции в Санкт-Петербург. Я цитирую Википедию. Смерть его покровителя Девержена в 1787 году привела к его отзыву из Петербурга и остаток своей жизни он посвятил главным образом художественным занятиям. По возвращении в Париж он был принят в члены Королевской Академии. Через некоторое время вернулся в Италию, живет в основном в Вене. Находясь там, он услышал, что его имущество было конфисковано, а его имя внесено в список лиц, находящихся вне закона. И со свойственной ему смелостью сразу же решил вернуться в Париж. Его положение было критическим, но он был спасен благодаря дружбе художника Давида, который давился для него заказа на разработку эскизов республиканских костюмов. Когда революция закончилась, Денон был одним из выдающихся людей, часто посещавших дом Жозефина Наполеона, где он и встретил Бонапарта, к судьбе которого мудро привязался, так написано в Википедии. По приглашению Бонапарта он присоединился к экспедиции в Египет, получил возможность собрать материалы для своей самой важной литературной и художественной работы. Сопровожал генерала Дессо на Верхний Египет и сделал многочисленные зарисовки памятников древнего искусства, иногда под самым огнем противника. Результаты были опубликованы в книге «Путешествия в Нижний и Верхний Египет» в виде двух томов в 1802 году. Эта работа увенчала его репутацией как археолога и художника и положила начало возрождению египетской архитектуры и декоративного искусства. В 1802 году был назначен Наполеоном на важный пост генерального директора музеев и главы нового музея Наполеона, который он занимал до оккупации Парижа союзникам. В 1814 году, когда ему пришлось уйти в отставку, был преданным слугой Наполеона, поручение которого лично разграбил огромное количество произведений искусства в Италии, Нидерландах, Германии, а также через агентов, включая Гойю. В Испании для музея Наполеона в Париже. Многие из них до сих пор хранятся в Лувре и других местах Франции. Динон использовал все возможности работы на Наполеона, чтобы собрать для себя огромную коллекцию картин, рисунков, гравюр, книг, скульптур и предметов искусства. Эта коллекция была продана на аукционе через несколько дней после смерти Динона. В 1810 году он также помог Эрмитажу приобретения Мадонны с младенцем и херуивами. Во время реставрации Бургонов в 1814 год Динон был утвержден на своем посту на год, но был слишком тесно связан с прежним режимом, чтобы оставаться на этом посту доу. Был заменен. После вынужденной отставки начала работа над иллюстрированной историей древнего и современного искусства, в которой ему помогали несколько искусственных граверов. Умер в Париже в 1825 году в возрасте 78 лет, оставив работу незаконченной. Она была опубликована посмертно с пояснительными текстами Амора Дювали. Похоронен на кладбище Перлаше. Во время расширения Лувра Наполеоном III в 1810 годах имя Динона было присвоено Центральному павильону Лувра. Вот так вкратце из Википедии переводной о французском художнике, писателе, дипломате, археологе Доминик Виван, барон Динон. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok